друзья меня зовут николай и сегодня мы с вами посетим прекрасное место а именно форосскую церковь посмотрим какие здесь замечательные открываются виды именно с этой площадке и заодно не забывайте друзья подписываться на мой канал кто этого еще не сделал вот таким вот образом и выглядит парковка возле форосской церкви просто останавливаешься вдоль дороги конечно же если приехать выходные дни допустим субботу или воскресенье то здесь будет маловато свободных мест для того чтобы припарковаться потому что это место очень посещаемое приехала к форосской церкви со стороны форос дорога как вы видите очень извилистая надо по ней ехать очень осторожно потому что очень много поворотов и тем более местные жители которые привыкшие по ней ездить они ездят на довольно таки высокой скорости так что надо не забывать о том что надо быть очень внимательным и не разглядывать по сторонам шикарные виды которые будут попадаться у вас по пути история началась в 1892 году и построена была над поселком форос на обрывном утесе под названием красная скала и храм воскрешения христова в частых случаях называют форосская церковь но и то и то название естественно правильное ну а сейчас мы естественно с вами подходим к смотровой площадке чтобы посмотреть какие отсюда открываются замечательные виды на черное море на скалы на горы окружающую природу эту прекрасную церковь мы сейчас посмотрим нескольких местах полюбуемся всеми видами ну и потом естественно полетаем на дроне и посмотрим сверху как она все смотрится а построил форосскую церковь крупнейший российский торговец чаем александр кузнецов а он оказался в крыму по рекомендации врачей и до строительства форосской церкви он построил особняк сделал парк и заложил виноградники а форосскую церковь начал строить по просьбе православных жителей заказал проект архитектору академику архитектуры николаю михайловичу чагину и храм посвящался чудесным событием посвященным 17 октября 1888 года во время крушения поезда шедшего из крыма в петербург поезд сошел с рельс и император александр третий семьей остались живы и это послужило еще одной причиной строительства храма форосе в честь спасение императора вот такие вот шикарнейшие виды отсюда открываются на черное море на горы и конечно же там виднеются зеленые деревья а это у нас земляничник мелкоплодный кстати краснокнижное растение и очень симпатично смотрится храм был освящен 4 октября 1892 года посещал храм на его десятилетия николай второй с супругой александрой федоровной после революции в 1920 году был создан крымский ревком начался красный террор и в 1924 году храм был закрыт а в 1927 году по решению комиссии по изъятию церковных ценностей была экспроприированная драгоценная церковная утварь и вся утварь со временем пропала бесследно и со временем в 1934 году храм вместе с домиками был куплен санаторием форос а в годы великой отечественной войны храм служил убежищем отряда пограничников и после войны был открыт в храме ресторан но ресторан снесли по приказу хрущева из-за того что шах ирана отказался обедать в храме а ведь к приезду шаха ирана готовились и столы понакрывали и сорвался серьезный договор который должен был состояться именно в этой церкви во время обеда и со временем в 1980 году здание храма взяли на учет как памятник архитектуры 19 века и после этого уже и началась реконструкция храма кстати в настоящий момент церковь является действующей и открыта для посещения ну а я конечно же вас хочу попросить чтобы вы подписались на мой яндекс день мало ли чего бывает если вдруг youtube заблокирует потому что youtube блокирует какие-то государственные сайты и им это очень не нравится ну что друзья надеюсь видео вам понравилось так что не забывайте писать комментарии подписываться на мой канал и друзья всем мира и добра и до новых встреч в новых видео всем пока